Силы, воздействующие на жизнь на этой планете, различны в разных широтах. Это может сформировать людей по-разному в разных географических локациях, и поэтому люди могут обладать разными способностями. Именно поэтому контакт с Землей — очень важная составляющая здоровья и благополучия человека. Я знаю, что медицинское сообщество над этим бы посмеялось, но я поддерживаю это на 100%. Влияет ли на нас конкретное место, где мы росли? Поэтому нам советуют есть местные продукты. Вы спрашиваете, когда вы находитесь в определенной части планеты, воздействует ли на вас небесная геометрия, местоположение определенно влияет на природу более обширной, более глубокой человеческой системы, на то, как она функционирует. Это делает ее другой. Как вы знаете, и это верно и для любой другой жизни. Растительная и животная жизнь, которая очень комфортна в Южной Индии, исчезла бы где-нибудь в Нью-Йорке или в другой части света, потому что она эволюционировала здесь. Дело не только в погоде. Это происходит не только из-за погоды, количества солнечного света или холода. Да, это тоже оказывает большое влияние. Но то, как развивалась жизнь, связано с местоположением. Это антропологически признанный факт, что если определенная раса людей мигрировала из одного географического местоположения совершенно другое, многие расовые способности в их физиологии постепенно менялись. В течение некоторого времени происходили явные изменения, доходившие до такой степени, что уже невозможно было распознать, какими эти люди были когда-то. Например, Индия долгое время была котлом смешения рас. Но вы заметите, как пребывание в этом месте планеты... Конечно, температура, климат — все это оказывает влияние. Но помимо этого, просто природа пищи, которую они ели и их местоположение на планете, изменили их физические особенности. Они полностью изменились. Это просто невероятно. Народ Центральной Азии, который пришел как арийцы около 8000 лет назад... Просто посмотрите на людей в Грузии. Я не говорю о штате Джорджия в США. Я говорю о стране, о Грузии, в Азии. Сравните, как выглядят эти люди и как выглядят потомки людей, приехавших оттуда и проживших в Индии более 6-8000 лет. Посмотрите, как они выглядят сейчас. Вы будете поражены тем, как они изменились. Все в них изменилось. Так что погода, еда и широта имеют важное значение. Потому что скорость, с которой вращается планета, по-разному влияет на центробежные и центросремительные силы, воздействующие на каждый объект на планете. Силы, воздействующие на жизнь на этой планете, различны в разных широтах. Поэтому, в зависимости от этого влияния, тело принимает определенную форму и приобретает соответствующие возможности. К сожалению, каждое отличие некоторые люди превращают в дискриминационный процесс. Но если вы изучите различия, которые продела планета, различные типы форм жизни и даже некоторые типы людей, вы увидите, как это удивительно и невероятно. Об этом столько всего можно узнать. и широта и долгота Индии в значительной степени направляют внимание человека на внутренний мир, а не на внешний. Это не значит, что другие не могут этого сделать. Это может каждый. Существует также культурная эволюция, которая происходит в течение определенного периода времени. Есть множество факторов. Но определенно, находясь в разных частях света, тело становится соответствующим. Это не значит, что если вы переедете из одного места в другое сейчас, то в ближайшие два года все у вас изменится. Это не так. Если только вы сами не намереваетесь измениться, вы можете сопротивляться этому. Но изменения все равно произойдут даже на вашем веку, просто потому что географически вы находитесь в совершенно другом месте. Это трудно оценить, потому что культурное влияние и другие социальные влияния настолько велики и переплетены между собой, что их невозможно четко разграничить. Но предположим, что мы смогли бы увидеть мир до начала миграции, до того, как люди начали путешествовать так, как они путешествуют сегодня. Вы смогли бы заметить различия в том, какие типы жизни планета породила в той или иной части мира. Это касается любого вида жизни, и определенно человека тоже. Вы, полагаю, также исходили из этого, задав вопрос о еде. В йоге мы употребляем в пищу то, что находится в пределах расстояния, которое человек может пройти за день. То расстояние, которое вы можете пройти за один день, и должно быть радиусом области, из которой вы должны есть. Вы не должны есть пищу, которая выращена далеко от вас, потому что ваше тело, по сути, является частью этой планеты. Если тело — это часть планеты, то когда вы едите пищу из той местности, где живете, между нею и вашим телом происходит постоянное взаимодействие. Не думайте, что это происходит только после того, как вы найдете оптимальное место жительства. Даже сегодня, когда вы сидите здесь, на этом месте, ваше тело и земля, та часть земли, на которой вы сидите, находится в постоянном глубоком взаимодействии. Именно поэтому быть в контакте с землей — это очень важная составляющая здоровья и благополучия человека. В центре йоги Иша мы всегда даем людям поработать в саду, если они нездоровы, чтобы они были в контакте с землей. Сегодня такой контакт с землей в современных спа-салонах сводится к грязевой ванне. Что ж, каким-то образом вы должны быть в контакте с землей. Неважно, как вы это делаете — с помощью грязевой ванны, работая на земле или вы спите на полу, что бы вы ни делали, по сути, вы пытаетесь быть в контакте. Еда — это взаимодействие. То, что было в земле, становится частью вашего организма. Он будет функционировать лучше всего, если еда будет происходить из той земли, на которой вы живете. В целом, рецепт таков. Радиус земли, с которой вы едите, должен соответствовать расстоянию, которое вы можете пройти за день. Предположим, вы живете на клочке земли, выращиваете собственную пищу и употребляете ее. Через месяц вы увидите очень отчетливые изменения в состоянии здоровья вашего организма. Если сделать эту одну простую вещь, мы можем снизить заболеваемость раком на этой планете на 50-60%. Я бы это поддержал. Я знаю, медицинское сообщество посмеялось бы над этим. Но я на 100% согласен с тем, что можно было бы снизить заболеваемость раком по крайней мере на 50%. Если бы мы были в контакте с землей, на которой живем, и употребляли бы пищу из местности, на которой живем, а не откуда-то еще. Сейчас, если я пойду на завтрак в этом отеле, вероятно, фрукты там из Новой Зеландии. Мне сказали, что рыбу привозят из Вьетнама. И я не знаю, что еще, откуда привозят. Только потому, что мы можем перевозить пищу, что есть супермаркеты, которые могут продать вам все, что угодно. Мы делаем это больше для удовольствия, а не для благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok